Всем доброго времени суток, друзья! Это очередной подкаст от MMABets. Меня зовут Роман, я выкладываю свои бесплатные прогнозы в этом паблике, я там администратор. Вот, итак, пройдемся по турнирам, которые будут на этой неделе, так как турнира UFC опять же не будет, но побочных турниров будет очень и очень даже немалое количество. Плюс всеми известный бой в боксе, ну как бы я его здесь не буду, естественно, затрагивать. Мы пройдемся именно по второсортным, третисортным там, промоушенам и так далее, на то, что возможны коэффициенты и... Ну, в принципе, начнем. В первую очередь, это, конечно, Дана Уайтс контендер серии 7, но я по нему ничего говорить не буду, потому что, скорее всего, подкаст смонтируется, когда уже этот турнир пройдет, хоть и турнир достаточно интересный. Вот, также LFA-20, также я тоже здесь не буду ничего разбирать, потому что, ну, особо каких-то цепляющих имен нет, титульного боя не будет никакого. Ну, для меня какие-то есть, конечно, интересные имена, так я за промоушеном пристально слежу. Ну, не знаю, допустим, будет интересно посмотреть на возвращение Бобби Ли, отличного борца, но в прошлом бою потерпевшего поражения. Ну, что сказать, в принципе, все бои начинаются в стойке, поэтому не всегда удается борцам раскрыть себя в ММА. Ну, я думаю, что у него будет все отлично, парень молодой. Также будет на неделе два турнира Ахмат. На первой, который пройдет совсем скоро, я практически уверен, что не будет никаких коэффициентов. Сами смотрите, тут вообще сплошные просто начинающие ребята, ну, здесь просто, ну, набивается им, так сказать, рекорд, опыт. Еще один турнир Ахмат здесь уже поинтереснее. В своем паблике они более-менее муссируют. Вот главный бой Фрода Хазбуллаев против Джихада Юнусова. Вот. Но, опять же, коэффициенты на Ахмат крайне редко встречаются. Если есть, то в лаве они в основном бывают. Ну, при матче реально очень редко. Не знаю, может быть, здесь, конечно, и дадут, там, ну, на тот же главный бой. Но, конечно, сомнения есть. Фрода Хазбуллаева, я думаю, помнят. Те, кто следит за российским ММА более-менее. Он выступал в Белатере в свое время. Ну, там были просто длительнейшие проблемы с визой. И, собственно, как я понимаю, он их так и не сумел решить. Как видите, в Белатере он вообще не битый. Пять боев провел, все выиграл. Причем четыре из них досрочно. Вот. Но пришлось ему драться на родине. Здесь уже, конечно, не все так радужно у него получилось. По мне, так, ну, как бы оказался этот боец лично, по моему мнению, все-таки чуть хуже, чем о нем думалось изначально. Вот. Проиграл он в России Эдуарду Вартаняну. Ну, Вартанян-то у нас вообще, я считаю, ну, топ российский как минимум. И Сайману Жемалдаеву. Вот. Ну, таких, скажем, второсортных, ну, если так можно сказать, бойцов более низкого уровня, Хазбулаев весьма легко и уверенно проходит. Но противостоять ему в этот раз будет не такой боец. Противостоять ему будет, по моему мнению, для России, опять же, топовый боец Джихад Юнусов. Он у нас идет после, вот, в прошлом бою вернулся. Я, кстати, в одном из подкастов упоминал как раз вот с Патой Рыбакидзе его бой. Вот. Ну, как бы что можно сказать. Для меня лично Юнусов здесь фаворитом идет. Как бы лично мое мнение. Его умения прям, вот, ну, реально очень-очень хорошие. На, прям на топовом уровне, как стойка, так и партер. Ну, собственно, вы можете по рекорду увидеть у него и нокауты, и сабмишины. Вот. Сейчас у него такая очень длительная победная серия. До этого, если я не ошибаюсь, Мухаммеду Кокову. Да, вот у него два поражения Мухаммеду Кокову. Сабмишин. Ну, кто знает, тот знает, да. Мухаммед Коков топовый джитсер. Я считаю, это не зашквар. Да и было, собственно, это в 2014 году. Уже давно Юнусов реально очень сильно потянулся с того времени. В общем, если что-то будет, если будут коэффициенты, то если на Юнусов будет хороший коэффициент, я бы здесь поставил на него. Я считаю, что он победит. Вот. И я считаю, что он победит, скорее всего, решением. В общем, я бы здесь взял тотал больше. Ну, посмотрим, посмотрим, будут ли коэффициенты. Также будет Ротто М1, дорога в М1, да. А здесь пока карда нету. Ну, как правило, на турниры Ротто М1 никаких коэффициентов нет. Поэтому, естественно, здесь ничего и говорить, собственно, не будем. Вот. И теперь то, что будет на этой неделе, да. Это турнир Fight Night 72. Турнир, опять же, не изобилует какими-то там особо интересными, известными именами, да. Единственное, что, ну, главный бой, просто для галочки вкратце скажу. Джош Хилл выступал в Овсов раньше. Выступал очень и очень, по моему мнению, успешно. Как видите, у него всего два поражения. Оба. От чемпиона Марлона Марайса, который сейчас бьется в UFC. Марайс, боец совершенно точно топовый, совершенно точно с очень хорошими умениями. Боец мирового уровня. Первый бой Хилл ему проиграл по очкам. Второй бой уже нокаутом. Вот. И также, что интересно, опять же, любители, как бы, российских бойцов ММА. Хилл дрался с Биббулатом Магомедовым. Вот. И выиграл его раздельным решением. Собственно, это единственное поражение Биббулата Магомедова на данный момент. А сейчас, ну, в Соф сейчас уже нету. Но, когда, как бы, в Соф переименовывалось в ПФЛ, Биббулат Магомедов был в качестве чемпиона. То есть, он чемпионский титул успел завоевать. Ну, как бы, боец хороший, короче говоря. Реально хороший. Вот. А что касается именно Джоши Хилла, что вообще по нему можно сказать. Ну, как бы, он, по моему мнению, универсальный. Ну, такой парень. В том смысле, что у него достаточно хорошая ударка. Он на ногах много двигается. Такой весьма-весьма быстрый. Также у него вполне хорошая борьба. И вот, ну, ну, даже с тем же Биббулатом Магомедовым, я думаю, кто видел бой, тот мог это заметить. То, что он сам от Биббулата отзащищался от его попыток тейкдаунов, раз за разом ему удавалось остановить их. Вот. И, собственно, сам Биббулату в какой-то там возне, там, вот, к сеточке его прижимал. То есть, создавал проблемы в борьбе. Пусть не в партере, в стойке, но тем не менее. Вот. А что касается его оппонента, Грачик Ингибарян. Как бы, ну, что можно сказать о нем, ребят? Ну, естественно, я посмотрел его бои. Как видите, у него три поражения с обмишенным нокаутом и решением. Боец, естественно, намного-намного менее опытный, чем Хилл. Его оппозиция намного ниже, чем у Хилла. Я не знаю, какие будут коэффициенты, потому что пока что их нету. Вот на паре матча даже сейчас проверим. Нет, пока коэффициентов нету. Вот. Я не знаю, что будет с коэффициентами. По моему мнению, здесь Хилл должен побеждать. Объясню, почему. Грачик Ингибарян, то есть вот то, что у него, ну, меньше опыта, ниже уровень его позиции, это как бы, это сказывается. Это видно по его боям. Даже как бы, ну, не надо далеко ходить. Вот крайние три боя можно посмотреть. С Полом Марином, вот, несмотря на то, что он победил на 12-й секунде второго раунда, у него были проблемы. Пол Марин перехватывал инициативу Ингибаряна. Он, в основном, несмотря на то, что у него вот есть победа нокаутами, но удар у него реально весьма тяжелый, как бы этого не отнять, конечно. Он, в основном, тем не менее, старается в партер как-то залезть. У него хорошие навыки именно проведения болевых приемов. Он залазит в партер, как-то улучшает позиции, старается провести сабмишин. Вот, ну вот с Полом Марином, допустим, повторюсь, у него были проблемы. Марин там сам забирал у него хорошие позиции в партере. Но во втором раунде отлетел. Вот, так же, собственно, ну вот с Жуманом, Жумабековым, бой, который проиграл Градчик. Опять же, ну, как бы, понимаете, там вот, что мне не понравилось, то, что у Градчика, вот у него просто план 1, у него плана B не было. Он бежит, проходит в ноги, у него не получается, он опять проходит в ноги, у него не получается, он опять проходит. Отхватывает удары, пока там в партер пытается перевести. Ну, в общем, по моему мнению, именно вот то, о чем я в самом начале сказал, недостаток опыта, низкого уровня оппозиции, это сказывается, как бы. И я считаю, что попросту у него ключей к победе меньше. Хилл на ногах очень быстро, он просто, есть такой вариант, что он просто не даст Градчику подобраться, грубо говоря, чтобы провести тейкдаун. То, что Хилл в стойке будет лучше, я практически не сомневаюсь, он очень быстро, у него хорошая стойка. И то, что Градчик будет лезть в партер, я тоже очень мало сомневаюсь. Собственно, вопрос в том, отзащищается Хилл или нет, и я думаю, что отзащищается. Мне кажется, что здесь победит Хилл. И, знаете, несмотря на то, что у Хилла там куча решений, даже может быть досрочно. Потому что я посмотрел, повторюсь, бои Нгибаряна, Карди у него тоже не на самом высоком уровне. И, как бы, ну, вполне вероятно, что он устанет после там первого-второго раунда. Ну, в общем, по этому бою как-то так. Так же пройдет у нас турнир ACB 68, Young Eagles 21. Ну, турниры Young Eagles, кто следит за ACB, тот знает. Известными бойцами тоже особо не изобилуют. Карды у них, как правило, очень большие, но у этого не особо большой. Но, тем не менее, здесь единственное, что, единственное, что, как бы, так, вкратце. Ну, Магомед Раисов будет драться, брат Юсуфа, который отлично отбился на предыдущем ACB. И соперник у него, кстати, будет весьма тоже неплохой Сухропдавлатов. Что еще здесь? Ну, в принципе, особо даже я бы здесь ничего больше не отметил. Единственное, что, наверное, два главных боя. Это Common Event Сергея Хандошко против Станислава Власенко. Друзья, это реванш. В прошлом бою как раз Хандошко именно с Власенко и встречался. Он выиграл раздельным решением судей. Что, что здесь сразу сказать? Как бы, вот реально, далеко заходить не буду, что-то разбирать. Я стоял в том бою на Власенко. Я полагал, что его борцовские навыки сработают, что он будет валять Хандошко, что он не будет давать ему вставать, будет занимать топ-позиции, удерживать его. Ну, что? Что получилось, как говорится, то получилось. У него это, ну, не выходило, грубо говоря. И, собственно, по сути, там у него были, если я не ошибаюсь, неплохие моменты в стойке. По-моему, он там локтем с разворота Хандошко здорово попал, если я не ошибаюсь, в нокдаун его отправил. Ну, собственно, больше я ничего хорошего сказать не могу. Не хватило его навыков борьбы, а, ну, надо как бы Сергею Хандошко отдать должное. Он все-таки, он подтягивает свои навыки. Вот раньше у него с борьбой прям, ну, вообще были проблемы, которые вот, ну, выделялись. Их было очень хорошо видно. Сейчас же он подтягивает свою борьбу. Видно, что он хорошо знающий защищается, думая. В стойке я практически уверен, что он лучше будет, чем Власенко. И я думаю, что Хандошко здесь заберет более уверенную победу решением. Далее, главный бой – это Шараф Давлатмуродов против Миндагас Вербискос, если я правильно, конечно, читаю. Но, в принципе, это и не важно. Шараф Давлатмуродов проиграл прошлый бой нынешнему чемпиону ACB Мухаммеду Бирхамову, да. До этого у него, собственно, поражения не было. Это было его первое поражение. По моему мнению, по моему мнению, здесь именно все-таки партер сыграл, ну, как бы в партере он побеждал, но вот из-за своего партера, как бы, как мне кажется, он достаточно вымотался, он подустал, и Бирхамов смог его поймать. Собственно, сами смотрите на его рекорд. У него практически все победы, вот, буквально, вот, кроме двух, получается, все победы достигнуты либо нокаутом, либо сабмишном, ну, то есть досрочные. Первый, второй раунд, ну, вот в третьем есть одна. Это говорит о том, что боец особо не привык там в какие-то, так сказать, глубокие воды заходить. Ну, а по его умениям я ничего плохого сказать не могу, реально хорошие скиллы, то есть он до Мухаммеда Бирхамова, до поражения считался таким перспективным бойцом. По моему мнению, он остается таким перспективным бойцом, он реально хорош. У него борьба реально на хорошем уровне, ну, у него немало также нокаутов, то есть тяжелый удар и неплохая стойка, но в первую очередь борьба его, это его оружие главное. Вот, Вирсбискос уже два боя, по-моему, в ACB провел. Сейчас проверим, если мне память, конечно, не изменяет. Да-да, все правильно, до этого в КСВ он проиграл. В ACB он провел два боя, выиграв Ибрагима Тибилова и Камила Гнядека. Ну, что я могу сказать? Само собой, посмотрел я его бои. Кстати, что интересно, посмотрите, у него ни одного досрочного поражения, то есть все поражения, у него их четыре, все поражения решением. Так, да, четыре поражения. Но сам при этом у него, опять же, практически все досрочные победы. Ну, вот так. Да, у него вот одна ничья была, остальные все победы досрочные. То есть парень такой достаточно крепкий, но самое главное, это то, что я всегда обозреваю, на что я смотрю, это, естественно, крайние бои бойца. И что сказать о его крайних боях в промоушене ACB. С Ибрагимом Тибиловым он выиграл его сабмишном, но, по моему мнению, это был совершенно равный бой, даже, наверное, можно и сказать, что Тибилов выигрывал. Возможно, возможно. Может быть, со мной, конечно, не согласятся некоторые подписчики. То есть Тибилов его первый раунд залеживал, по-моему, он там спину у него забирал и долго его держал, но при душе так и не смог. Во втором раунде, по-моему, тоже Тибилов залежил, если я не ошибаюсь. В третьем он тоже проводил тейкдауны, но, как бы, Тибилов, понимаете, он уже боец возрастной. У него неплохие умения, но боец возрастной. Он реально сильно устал, и, собственно, в третьем прям уже было видно, что у него очень сильная усталость. Ну, как мне кажется, именно за счет этого Версбискосу удалось все-таки переходить на инициативу и задушить. Что касается крайнего боя с Камилом Гниадеком. Ну, собственно, ребят, первый раунд то же самое. Гниадек забрал спину и просто весь раунд за спиной Версбискоса провел. Тот как бы отзащищался, конечно, от всех попыток удушения, но вывернуться у него так и не получилось при всем желании. Во втором раунде он уже, опять же, перехватил инициативу. Если я не ошибаюсь, с точки там здорово нападал в нокдаун, отправил и задушил. Это, ну, если я правильно, конечно, помню. Вот. То есть тут вопрос в чем? Вопрос в том, что в партере Версбискос, то есть у него хорошие навыки, я не спорю, нормальные, но не самые все-таки топовые. И в партере у него есть проблемки. Те бойцы, которые разбираются в партере, которые умеют бороться, они создают ему проблемы. И я более чем уверен, что Шаравдалатмуродов создаст ему в партере более чем серьезные проблемы. Намного серьезнее, чем у него были до этого. И я очень сомневаюсь, что он, зайдя за спину, не сможет провести удушающий прием. А что касается стойки, опять же, я думаю, что Довладмуродов будет лучше в этом компоненте. У Версбискоса может быть шанс, если он, опять же, переживет там первый-второй раунд. Но все-таки у Довладмуродов так, я думаю, он не устанет так жестко, как Ибрагим Тибилов. Поэтому, сами понимаете, что я здесь за Шаравдалатмуродова. Более того, я считаю, что он нанесет первое досрочное поражение Версбискосу. И перейдем к главному, самому интересному ММА-турниру этой недели. Это, конечно же, Беллатр. 182. Ребят, карт здесь весь, весь карт неплохой. То есть, включая прилимы, я почти уверен, что коэффициенты будут на все прилимы. Ну, что, что сказать, как бы, естественно, все прилимы я обозревать не буду. Ну, так, прям, прям очень-очень вкратце рассмотрим, что у нас вообще есть. Ну, вот, Вадим Немков будет драться с Филиппи Линцем. Вадим Немков, у него два поражения, оба поражения в райзене. Ну, как бы, кто видел, тот видел. Вкратце, в двух словах, что можно по ним сказать. Немков просто жутко устал. Ну, в общем, турнир райзен, понимаете, это не для Немкова, по моему мнению. То есть, вот эти вот 10-минутные раунды, они просто у него забирают все силы. В 5-минутах он хорош, все. Скиллы у него прямо на высочайшем уровне, но с карди у него жесткие проблемы. Он прямо устает невероятно. 10 минут, ну, не может он выдержать. Собственно, в остальном он хорош, повторюсь. Тут, ну, как бы, что говорить. На его рекорд можно, глядя, это понять. И нокаут, и сабмишин, все досрочно, все в первом раунде. Вот, но проблема в кардио все-таки есть. Его оппонент, Филиппи Линц, как бы, много о нем не знаю. Помню, что перед подписанием в БеллатРа его, по-моему, в UFC хотели подписать, но что-то он почему-то в БеллатР все равно ушел. Вот. В БеллатРе, ну, достаточно неплохо выступал, как бы. Правда, вот два поражения, одно из-за травмы, и один раз его нокаутировали. Бои я его тоже некоторые посмотрел. Такой, знаете, ну, достаточно осторожный боец, но с хорошими скиллами, весьма хорошо борется. Тоже очень неплохо стойкий, и, что немаловажно, у него тяжелейший, просто тяжелейший нокаутирующий удар. То есть здесь надо будет Немкову быть осторожным. Но я лично оцениваю его навыки чуть ниже, чем у Немкова. Я практически уверен, что по скиллам Немков все-таки получше будет. Единственное, что если вдруг Немков будет проводить этот бой в борьбе, то есть он будет бороть Филиппе Линца, допустим, два раунда, то я боюсь, что он в третьем может, опять же, очень сильно устать. Вот. Но как бы предварительно отдаю Немкову преимущество. А так, прежде чем делать ставки, я буду смотреть на его форму, естественно, на то, как он на взвешивании, каким он выйдет, каким он тебя покажет, и на различные там побочные данные, которые будут уже появляться непосредственно перед боем. Как бы предварительно, думаю, что Немков. Также, что здесь будет еще интересного? Крис Ханнику с Кевином Кейси. Ну, ребят, Кевин Кейси в прошлом бою дебютировал в прелимах Беллатора. Должен был выигрывать. По-моему, он там был жестким фаворитом. И провел свой очередной бой в ничью. Там, сколько у него уже? Два боя в ничью. Он, вот у него уже бывало это, да. То есть, до этого боя у него уже было такое. В первом раунде он жестко попадает. Весь раунд жестко там избивает, борет своего соперника. Никак не может финишировать. И, собственно, на этом все. На этом эта кардиомашина немножечко как бы сдыхает. И затем два раунда, ну, грубо говоря, проигрывает. Собственно, в прошлом бою то же самое вышло. Первый раунд он в нокдаун отправил соперника. Но не смог добить. Добивал весь первый раунд. Но добить так у него ничего не получилось. Во втором раунде уже ему было намного тяжелее. Но, по-моему, он там тейкдаун все-таки провел. Что-то как-то поборол немножко. В третьем уже все. Тейкдауны вообще не шли. В стойке получал удар за ударом. В итоге ничья. В общем, по скиллам как бы боец хороший. Но по скиллам боец хороший в первом раунде. Если он распределяет силы. То есть иногда, очень редко у него и такое бывает. То как бы боец неплохой. Шансы хорошие. Но если бой хоть сколько-нибудь интенсивный. То здесь уже все. Его оппонент Крис Ханникут. Крис Ханникут имеет всего одно поражение нокаутом. Какое-то досрочное в первом раунде. Не помню. Сейчас это от Пола Брэдли, по-моему. Не помню точно от кого. Да, от Пола Брэдли все правильно. Вот. Они провели два боя. В первом столкнулись с головами. Был ноу-контесс. Во втором бою вы вышли. И на 40-й секунде Брэдли его нокаутировал. Боец Ханникут очень и очень хороший. Вот реально. У него прекрасная борьба. То есть я это говорю к тому, что Кейси любит побороться. Он любит побороть. Я думаю, что Ханникут составит ему здесь серьезное сопротивление. Давайте посмотрим на их сравнительные данные именно физические. Так. Ну, Кевин Кейси немножечко побольше. На 3 сантиметра повыше. И руки у него на 1 сантиметра длиннее. Немножко побольше. Но в любом случае тут вопрос именно в физике. Ханникут очень такой физически мощный, сильный боец. Карди у него все-таки намного лучше, чем у Кейси. Вот реально. Ну, собственно, много у кого карди лучше, чем у Кейси. Практически у всех. И в стойке он тоже весьма неплох. Как видите, после того досадного поражения нокаутом он набил 3 победы. Ну, бойцы достаточно хорошие, по моему мнению. Собственно, вы по рекорду это можете понять. И, как бы, эти бойцы в Белатере относительно известны. Они вполне себе нормальные. Поэтому я здесь думаю, что для Кевина Кейси все будет не особо хорошо. То есть шанс у Кейси, ну, само собой, есть. У него тяжелейший удар. Я думаю, что если он нокаутирует, то, как бы, собственно, вот его единственный шанс нокаутировать. Итак, идем дальше. Что здесь еще у нас есть интересного? Ну, Георгий Караханян против Даниэла Пинеды. Пинеда, если я не ошибаюсь, в UFC дрался. Он, типа, там, специалист по сабмишинам. Ну, грубо говоря, в основном там у него победы сабмишинам, по-моему. Тут вопрос, как бы, в том, что вот он в своих последних боях показывал. Да и в UFC он особо там нехорошо. У него там, по-моему, больше поражений, чем побед. В общем, я здесь долго останавливаться просто не хочу. Потому что я считаю, что у Караханяна попросту навыки немножечко получше. В стоечке 100% Караханян будет лучше. Но в борьбе тоже Георгий вполне хорошо разбирается. И мне кажется, что здесь ему дали бой для возвращения. И он должен вернуться хорошо, зрелищно. Дальше идем. Эй-Джей Маки проведет свой бой. Но оппонент ему будет совсем не подстать. То есть его прошлый соперник был более-менее неплох. Но Маки его просто вынес. Я по-другому даже сказать не могу. Вот очень легко. Здесь, я практически уверен, будет то же самое. У Маки топовейшая борьба у него. Прекрасная стойка. Не думаю, что какие-то шансы у Тугмана здесь есть. Маки досрочно. И Брэннон Уорд, Фернандо Гонзалес. Вот это уже более-менее интересно. Почему? Гонзалес свой единственный бой за последнее время проиграл только Пейджу. Это было раздельное решение. Многие любители ММА, эксперты с этим не согласны. Они считают, что все-таки Гонзалес победил. А Пейджу отдали только из-за того, что как бы, ну, хайп. Хайп, друзья. Вот. Но как бы мое мнение здесь не столь важно. Поэтому просто говорю как есть. Гонзалес такой, знаете, весьма жесткий, весьма жесткий боец. Он хорош в стойке. Он постоянно идет вперед. Постоянно нагнетает, бьет. У него очень тяжелые удары. Но к тому же, к этому, у него есть достаточно хорошие борцовские навыки. Как минимум, это хорошая защита, что он продемонстрировал в прошлом бою против Гирца. То есть он, Гирц его, ему провел огромное количество тейкдаунов. Вот реально. Но раз за разом Гонзалес показывал свои умения. Ему удавалось вставать. То в основном он там прихватывал шею. И как бы за счет этого ему удавалось вытащить ноги из-под Гирца и встать. Ну, в общем, боец очень хороший. Боец очень жесткий. И за последнее время прям отличные обороты набрал. Вот не смотрите, что у него как бы 14 поражений. За последнее время он, по-моему, он там вообще за исключением Пейджа там никому особо и не проигрывал. То есть последний раз у него много лет назад там были поражения. Ну, сейчас удостоверимся в этом. Да, ну это Полу Дейлион в кикбоксерском матче проиграл. Это не ММА. И да, крайнее у него поражение было и в 14-м году. То есть три года назад. Даже уже три с половиной. Вот. А выиграл после этого он весьма хороших бойцов. Карла Маосу, Кара Порисян, Мариуш Замоскис, Кертис Миллендер, Гилберт Смит. Помните, он в ТАФе выступал такой старый борец. И Брэндон Гирц. То есть все имена хорошие, все имена на слуху. Как бы, ну... В общем, я думаю, понятно. Боец для Беллатора очень даже топовый, очень даже хороший. Ну, про Ворда что можно сказать? Этот боец, который выходит и либо сам побеждает очень быстро, либо его самого побеждают очень быстро. И так заведено у него, ну, собственно, очень и очень давно. Последний бой, который он довел до решения, это был 2012 год, друзья. Это было очень давно. И, собственно, это его единственный бой, который дошел до решения. Он проигрывал Шлеменко на тандему Макроре. Потом вроде более-менее набил хороший стрик. Но имена, конечно, здесь не самые нормальные, за исключением Кертиса Миллендера. Затем просто проиграл неожиданнейшим образом большому андердогу-евангелисте Сантосу. Сантос ему скрутил ногу. Нокаутировал, опять же, Саада Авада, который уровнем пониже. И от Пола Дейли отлетел невероятно красиво. Там жесточайший нокаут коленом. Кто не видел, я советую посмотреть. Ну, как бы, что сказать по бою. Если честно, друзья, то у Гонзалеса намного-намного больше, как мне кажется, шансов здесь. Почему? Потому что он попросту... Он парень весьма крепкий. То есть он может либо затянуть там чуть в поздние раунды. Ну, хотя я, если честно, в этом сомневаюсь. Я думаю, что попросту здесь Брэннон Уорд, как обычно, зарубится. Челюсть у него далеко не самая крепкая. И Гонзалес, я думаю, его нокаутирует. Как бы, мне кажется так. В общем, хорошей ставкой, по моему мнению, здесь является тотал меньше. Сам же я думаю, что победит Гонзалес. Главный бой, самый интересный, это Андрей Корешков и Чидин Джоуками. Но здесь я не вижу смысла долго-долго останавливаться, друзья. Потому что навыки у этих бойцов, как мне кажется, на немножко разных уровнях. И как бы немножко, это мягко говоря. Несмотря на то, что, ну, как бы весьма неплохих бойцов, да, Джоуками в последнее время побеждал. И плюс последнее поражение, как видите, у него было очень давно. И вообще, я вот, когда его первый раз рекорд открыл, посмотрите. Вообще, от кого у него, то есть, поражение. Ну, вот, в начале карьеры как бы не берем. Вот в 2011 году Брэндон Тач нокаутировал. Ну, как бы в стойке-то Тач весьма нормальный. По-моему, его уже сейчас уволили из UFC. Джереми Кимбл. Тоже боец в UFC. Сабмитил его. Затем у него был ноу-контест. Ну, и, собственно, большой такой внушительный винт-стрик. И плюс посмотреть на имена, кого он выиграл. Ну, того же Гилберта Смита. Старого борца, да. Макса Гриффина, который сейчас в UFC дерется. Ну, вот. Ну, Рикки Рейни, в принципе, более-менее плохой. Андре Фиалью. И вот в крайнем бою, что интересно, выиграл он Мелвина Гилларда. Ну, как бы Гиллард там, по моему мнению, первый раунд забрал. И это весьма показательно, друзья. И, кстати, кто вообще смотрел бой в первом раунде, там, после довольно продолжительного топтания на месте. По-моему, там, так, да, Джон Маккартни, там был рефери. Он их подозвал к себе, сделал им замечание. Потому что они просто крайне осторожно себя вели. Они вообще ничего не делали. Они просто танцевали друг напротив друга и смотрели. То есть, ну, как бы я понимаю Мелвин Гиллард. Как бы это, ну, не хочется, как бы, в очередной раз говорю, не люблю оскорблять бойцов и не делаю этого в подкасте. Но боец очень сильно пробитый, очень сильно. И понятно, почему он, как бы, осторожничал. Ну, вот, Джоуками тоже сильно-сильно осторожничал. Видимо, боялся какие-то удары напропускать. Но первый раунд все-таки, по моему мнению, он проиграл. Гиллард провел тейкдаун, подзалеживал его. Ну, затем Джоуками сумел переходить к инициативу. Он уже сам в стойке достаточно хорошо попадал. Он переводил в борьбу, тейкдаунил. Ну, и, собственно, понимаете, в чем дело? Вот пересмотрел я некоторые его бои. В основном, как бы, он, ну, он на самом деле хороший боец. Вот реально неплохой у него, хороший уровень. И, ну, в основном, он всегда превосходил своих соперников именно в габаритах, физической мощи, длине рук. Даже вот Корешков, он на самом деле не маленький для этой категории, по моему мнению. Он такой весьма здоровый парень. Но он даже Корешкова здесь, по-моему, он все-таки превосходит. Сейчас мы сверимся с данными. Ну, да, посмотрите. 186 сантиметров Корешков и 191 сантиметр Нжоуками. Я уже не говорю, что длина рук тут просто чудовищная. 15 сантиметров разницы. Вот. И зачастую именно вот этим вот Нжоуками пользуются. Именно вот это у него хорошо получается. Ну, ребят, я как бы про стойку Корешкова. Стоит ли что-то говорить вообще или нет? Ну, это реально топ. Тут даже нечего говорить. Это реально топ. Я не думаю, что ему длинные руки Нжоуками вообще как-то помешают свои жесточайшие удары атаки проводить. Плюс я не думаю, что от поражения Диего Лиме, а Лима в прошлом бою показал, что, ну, вообще, чего он стоит. Что он реально по праву чемпион, что он реально топовый мировой боец. Поэтому, как бы, нельзя сказать, что он там Лиме проиграл, это какой-то зашквар. Нет. Это бои топовых ребят. Также, что касается борьбы. Корешков в последних боях показывает, что он в этом аспекте, то есть после поражения там вообще позорного от Бен Аскрина, что он очень сильно этот аспект подтянул, что он его хорошо тренирует. И как бы все не хайли, да, вот эту омскую школу, да, там, Шторм, Шлеменко, то, что там надо куда-то ехать тренировать борьбу, у них плохая борьба. Нет, на самом деле, по моему мнению, хорошая борьба. И у Корешкова реально хорошая борьба. То есть он это показывал, далеко ходить не надо, в первый бой с Диего Лима это показал. У него хорошая защита от тейкдаунов. Поэтому я практически уверен, что Корешков здесь выиграет, и вполне возможно, что он выиграет досрочно. У Нжоуками, если я не ошибаюсь, из четырех поражений два нокаутом. Как бы парень уже падал, и я думаю, что здесь он пойдет в очередной раз. В общем, Андрей Корешков, по моему мнению, досрочно. Вот, что еще сказать, ребят? Естественно, все, что будет дано в конторах, на все турниры, на какие будут даны ставки, я все подразберу. Все ставки выложу, смотрите, как бы ориентируйтесь. Ну, как бы напоследок, да, как обычно, если кому-то помогают мои подкасты, кому-то это интересно, кому-то помогают мои ставки, можете меня отблагодарить. Естественно, все сугубо по личному желанию, реквизиты будут прикреплены. Ну, а на сегодня у меня все. Всем до свидания, друзья.